узкие ученые разработали новый более удобный дизайн бутылок на которых все граждане смогут проводить время с еще большим комфортом открыл выпил засунул на наши хлопцы стали есть российских военнопленных но не из-за нехватки продовольствия а так чисто по приколу кстати не едят они кадыровцев потому что от них сильно воняет дерьмом и мочой кинокомпания warner пиздеж пикчерс представляет за сутки на данном направлении уничтожено 2 боевые бронированные машины 2 гаубицы м 100b и d30 7583 танка и других боевых бронированных машин 3 боевые бронированные машины два автомобиля 3 магнитофона 3 кинокамеры заграничных 3 портсигары отечества куртка замши 3 а также гаубицы гиацин б и d20 а также боевая машина реактивная система залпового геограда какой тип ваш ситуация находится под полным контролем мы отряды пухина не надо бабушка я не хочу но давай перестаньте перестанет зачем это нужно перестаньте я русская пошла вон отсюда бомжара кончена а шо ци вы постійно дивитесь и досі не подписались а а я кого старается ёбре сэдэ підтримайте лайком подпискою и донатом так и донатом а чё ты сепар чирашис то пишу нахер качает Субтитры делал DimaTorzok Відштовхуючись від цього, стає зрозумілим, що гендон постійно дирявить своїх дівчаток-тік-ток-бійців. Тому вони просто знушені знімати весь цей театр, щоб іще раз не настрикнутися на відросток Рамзанки. Ми в походному стані. Ось тут вони отмечені в боєвому положенні. Через день вони подняли ракети. Привели в боєво стані. Скажу відповідно, ми відсюди от українців інформацію, що готовиться удар по білорусській території. А давайте-ка розв'яжем Третью мирову війну. Ми-то в рае попадем. А не-то... Просто здухти. Нихуя з вами, блядь, я в'ебалу. А-а-а? Ато що це це? А-а-а? А хто це? Кто ты воин? Петух яблёный бывший Обида яблони своей маме Скажи за темно яду в бою Уважаемые друзья, пушечное мясо Указ о частичной мобилизации подписан Давай мясо, давай Мобилизации похороны Я вообще рад Хороший русский, это мёртвый русский В связи с частичной мобилизацией Наша компания многократно увеличила Объёмы производства продукции Мы готовы полностью обеспечить Запрос правительства Не только на 300 тысяч мобилизованных Но и на все 25 миллионов Наша продукция отвечает Всем стандартам качества И совершенно не пропускает Неприятные запахи Солдатам в ней комфортно А родственникам всегда приятно знать Что государство заботится о своих гражданах И так умирать, как наши умирают Ведь не страшно, что умрёшь А вот страшно, как и за что Вот так, как наши умеют умирать Это, конечно, ещё в таком количестве Вот, наверное, в этом наша сила В том числе отличие от всего мира Я сейчас, когда общаюсь с военнослужащими Которые участвуют в специальной военной операции Всегда задаю каждому один и тот же вопрос Вот, ради чего стоит жить И за что не страшно умереть И все говорят, что не страшно умереть За стиралку! За пылесоса и прочую роскошь! За Путина! За Путина! Многие недоумевают, почему так произошло Я вам скажу, мир зассал Потому что мы исторические, генетические Самая сильная, самая выносливая И самая искренняя нация И сейчас нечего пугаться Потому что всю историю нас и так недолюбливают Нас боятся за правду За генетическую справедливость, понимаете? За то, что мы другие Они не понимают нас Потому что у нас широкая, честная душа У нас самые величайшие умы на свете Ученые, писатели, художники, композиторы И в то время, когда весь мир сейчас Погряз во лжи В подлизывании друг другу задниц В алчности, в наживе, в разврате У них у всех затуманен разум Никто в Европе, и тем более в Америке Не готов терпеть для себя Хоть маломальские неудобства Которые представляем для них мы А мы держава, мировая Мы народ, который выживает в любых условиях И в сибирский мороз, и в голод Скажите мне, кто еще такой закаленный Кто такой сильный, crazy, как называют нас в Америке Когда у некоторых сиесты, сабаи Работают в полноги Мы можем трудиться по 12 часов смену Потом приходить домой, варить борщи Убираться, делать уроки с детьми Мы с вами супернация Мы супермены, супервумены Но самое главное, мы всегда были честны Всегда топили за справедливость И всегда будем патриотичны Мы хотим мира во всем мире И мир для всех нас А они хотят денег Они хотят гегемона Чтобы всех нас поработить Потому что мы им неудобны Остальные просто продажные прислужники Русский народ не надо обижать У нас есть только один грех Это то, что мы порой теряем веру в себя Мы забываем, кто мы такие Нашу историю, что мы с вами самый великий народ И я сейчас ни слова не говорю о власти Какая бы власть ни была Мы, мы народ, великий народ Мы самый лучший, самый добросовестный Самый трудолюбивый народ на свете Мы люди, и мы должны включить свои головы Раскрыть глаза, посмотреть, что вокруг нас Каждого из вас Сосед, продавец в магазине в ближайшем Водитель автобуса, нянечка в детском саду Это все великие люди И когда мы друг к другу будем относиться с уважением Когда мы друг к другу будем делать добро Не ожидая ничего взамен Когда каждый человек почувствует свою истинную ценность Патриотизм Тогда наша страна сама по себе расцветет Понимаете? Без чего-либо участия Мы с вами великие люди Мы с вами великий народ Русского языка нет Вот матершина Хамство всякое, кстати, хам Это тоже не русское слово Но хамство, явление типично русское Кто такие русские и откуда они взялись? Непонятно Ведь были татары Были варяги Мортфа Черемисы И получился компот Коктейль Кстати, компот И коктейль тоже не русские слова Нет, что вы хотите Если русский народ Придумывает героям своих сказок Ивана Дурота Нет, вы представьте Целый народ придумывает герои Дурота Нас это вполне устраивает История Украины Зисли в узких дебилев А, восемь лет назад Жила-была себе независимая Минная страна Украина Вдруг Украине стало очень скучно И она решила пошалить Может, это напасть на себя Подумала Украина Вот веселуха то будет Ха-ха-ха-ха-ха И так Украина бомбила себя целых восемь лет И вдруг появился, Гондон Я спасу тебя от самой себя Сказал Гондон Ты кто? Спросила Украина Я Хойлабен Ответил Гондон